В апреле в Московском институте океанологии состоялась вторая всероссийская конференция молодых ученых комплексные исследования мирового океана. Она стала своеобразным продолжением молодежной конференции, которую в 2016 году подготовили и провели молодые ученые Севастопольского морского гидрофизического института. В гостях у программы «В контексте будущей российской науки» младшие научные сотрудники Морского гидрофизического института Российской Академии наук Елена Кубрякова, Дарья Калинская и Павел Лишаев. Здравствуйте. Елена, первый вопрос к вам. Вы явились организатором Севастопольской конференции и сорганизатором Московской. Расскажите историю этого проекта и на что она нацелена, такая конференция. Очень интересный вопрос. Мне уже задавали, поскольку это вторая конференция. Я поняла, что действительно уже есть история. И было очень удивительно и приятно слышать, когда в стенах Московского института кинологии я от ребят уже слышала пересказанные истории начала этого проекта. И всегда я говорю о том, что вдохновила на эту проведение конференции посещение мною летней школы Сколково в 2015 году. И хотя говорят, что среда обычно гасит, ты возвращаешься после какого-то мероприятия, ты вдохновленная, потом рутинные дела, и ты немножко угасаешь. Но благодаря тому, что коллеги поддержали, и вот и Дарья, и Павел, и наши коллеги в Московском гидравлическом институте, это желание, эта мечта, она существилась. И эта конференция уже когда набрала оборот и приехало более 100 участников, мы поняли, что наша задача это как можно лучше провести, то есть вложить все наши знания, все наше время. Потому что мы понимали, первый раз в Севастополь могут приехать, потому что Севастополь, море, юг привлекательно, но для того, чтобы ребята приехали на вторую конференцию, это должно быть стоящее мероприятие. И я считаю, что результат мероприятия, это что нашу конференцию подхватили и провели ее успешно в этом году в Москве. Много было участников, из каких регионов вся Россия съехалась? Да, это по-настоящему всероссийская конференция, и участников было в три раза больше, чем в прошлом году, было более 300 человек из 18 субъектов Российской Федерации. 58 научных организаций и университетов России. В чем уникальность проекта, который вы организовали, чем отличается он от конференций других? Вот конференция, на самом деле, это довольно обычное мероприятие для ученых в нашей среде, но эта конференция отличается форматами, набором форматов мероприятий. Мы постарались воплотить в них и собрать все самое лучшее, что мы могли видеть на различных школах, которые мы посещали, как за рубежом, так и в России. В рамках нашей конференции, например, в этом году уже было более 10 различных форматов. Это были и лекции от ведущих научных сотрудников, то есть доктора наук, члены-корреспонденты, академики, которые читали доклады и лекции молодым ученым. Также в первый день конференции выступили молодые ученые с пленарными докладами. Для чего это было сделано? Мы хотели показать подрастающим поколению, еще студентам, аспирантам, чего они могут достигнуть через несколько лет, что это не просто какие-то сказки, недостижимые. Вот перед вами настоящие молодые ученые, которые уже заслужены в своей сфере, в своей области знаний. Также по старинке проводились и секционные заседания по четырех направлений, пленарные сессии. Но кроме того, мы проводили и мастер-классы, на которых ребятам рассказывали, как лучше презентовать свою работу, научиться выступать на публике, потому что, естественно, это стресс для любого молодого ученого. И проводили еще и игры, такие научно-популярные и образовательные. Я думаю, что впоследствии Даша расскажет вам поподробнее. Да-да-да, до неформальной части конференции мы еще доберемся. Пока вот о серьезном поговорим. Почему она не осталась в Севастополе? Почему у конференции дорога перед ней открылась? Почему она пошла дальше по России? Во-первых, когда мы начинали эту конференцию, мы хотели провести одно мероприятие, посмотрим, как там будет дальше. И когда уже во второй день буквально в прошлом году конференции ко мне подходят коллеги из института кинологии и его атлантического отделения в Калининграде и спрашивают, нам очень понравилось, а мы можем перенять ваш формат? Это был неожиданный вопрос и очень приятный. И не было смысла останавливаться, потому что мы посчитали целесообразно провести эту конференцию в самых крупных кинологических центрах, то есть Москва, Петербург, Калининград, Владивосток. Не каждый может позволить доехать в Владивосток из Севастополя. Каждый год ездит, это нереально. Но когда ты знаешь, что вся общественность, молодые ученые и старшие поколения соберутся в Владивостоке, допустим, в этом году, в следующем году в Москве, ты ради этих людей приедешь туда, ты найдешь в себе возможность. И потом ты знакомишься именно с институтами, ведущими в разных городах. Ты побываешь, как мы в этом году побывали, допустим, в социо-экономологии, вот это был первый раз, видели, познакомишься с их музеем, с историей этого института. Это невозможно сделать, сидя у себя в кабинете. Потом ты меняешь остановку, меняется атмосфера, и ты возвращаешься более заряженным. Ты понимаешь, что то, чем ты занимаешься, действительно нужно. И не потому, что ты выучился на это, потому что нужно зарабатывать деньги, потому что ты видишь людей, которые горят этим. Все к тебе не могут приехать, допустим, весь институт кинологии. Но ты, приезжая к ним, видишь всех этих людей. И уже есть заявки и на проведение конференции в следующем году, и даже в 2019. И очень приятно, что это не будет повторяться сразу же в Севастополе, это будет в Нижний Новгород, в Петербург. То есть однозначно попали, что называется, в цель. Да, да, да. А вот скажите, что лично для себя оттуда привезли вы? Какие знания новые, чего-то не знали? Это же все равно обмен опытом? Безусловно, безусловно. Если говорить про личные цели, не только про организаторские задачи. На этой конференции, вот именно в Москве, я познакомилась с коллегой, которая работает с нашим норвежским сотрудником. И она занимается такой же темой, как и я, только в другом море. Моя тема — это моделирование биогеохимических процессов в морских экосистемах. И я это делаю в Черном море. Она занимается в Белом море. Я когда услышала ее доклад, я понимаю, что я не одинока. Потому что тема моя, она междисциплинарная. Если ты нашел хорошую физику, это хорошо. Нужно найти еще биолога, который понимает язык физика, химика, который говорит с вами тоже общими словами. Я к ней подошла, мы переговорили, обменялись контактами. И сейчас уже делимся знаниями. То есть я рассказываю, как я это делаю в своей работе. Она говорит, как это ей удалось достигнуть. И кроме того, была находка познакомиться с командой из Петрозаводска. Также ребята занимаются экосистемой. И они рассказывали именно о тех проблемах, с которыми мы сталкивались, когда они хотели собрать такую междисциплинарную команду. И о том, как им удалось договориться друг с другом, так, чтобы каждый понимал общую цель проекта. И мы обменивались этими знаниями на круглом столе. Во время круглого стола это был тоже один из форматов нашего мероприятия. Это был первый раз, когда мы проводили. Это было несколько так волнительно, потому что формат довольно известный в мире. Но провести его — это большое искусство. Как оно получится? Будут ли участники открыты, будут ли взаимодействовать? Это очень было большим вопросом для нас. Но удалось. Выступали на круглом столе. Коллеги из Калининграда рассказывали про новую тему. Это про исследование микропластика в океане. Тоже большинство из наших коллег, молодых, ранее не слышали. Для них это было новизной. А вот скажите, пожалуйста, с точки зрения организаторской стороны, насколько легко было из Севастополя процесс этот курировать? Курировать. Как и в прошлом году, подготовка началась еще за 7 месяцев до начала мероприятия. Осенью сначала началась регистрация участников. Это был такой довольно легкий пока еще период. Активная работа, активная фаза началась в феврале. И, в принципе, завершится только завтра, потому что еще все продолжается. И на самом деле мы работали в режиме онлайн. Через скайп, через социальные сети проходило у нас общение, обмен информацией, какими-то вопросами, создавали онлайн документы и вместе их редактировали. И очень, в принципе, получилось создать хорошую команду, которая понимает друг друга на расстоянии. Тоже о многом говорит. Сейчас как раз на экране видим фотографии. Это деловая часть конференции, собственно говоря, работа, рабочие моменты такие. Да, это первый день конференции. Вот началась просто регистрация. И коллеги из Московского института, они делились, что уже в первый день конференции к ним подходили их же коллеги, которые не были обращены в организацию, видели масштаб мероприятия и предлагали свою помощь, хотели тоже стать частью. Вот нечто такого большого и уже видели, что успешного. Это тоже для них было приятно. Да, это также регистрация проходит в первый день. Участники подъезжали несколько дней. Это, как раз, выступления молодых учёных. Это, видимо, уже финал, да? Наверное, такая финальная фотография. Есть ещё и Витя, мы позже его предоставим нашим участникам, поскольку у нас снимали ещё и с воздуха. Было холодно, но вот та атмосфера, которую создавали участники, не позволяла. Она так со всех сторон, да? Да. Вот самый дальний регион участников Владивосток, да? Да, от Калининграда до Владивостока. Так было и в прошлом году тоже. От Калининграда до Владивостока. Петрозаводск, Астрахань, Петербург, Нижний Новгород. Но все морские, те, кто речные экосистемы изучает, не приезжали? Нет, почему приезжали? Приезжали, да? Да, водные экосистемы, конечно, тоже относятся. Это на одном из пленарных докладов. Вот эта фотография, вот видно, что здесь такие все очень уже весёлые. Да, да, да. Как раз выступает Калинская Дарья, она потом расскажет про один из форматов, который позволил участникам ещё ближе познакомиться друг с другом в первый же день. И вот я ещё не сказала, благодаря нашим московским коллегам стало возможным проведение встречи молодых учёных с руководителями двух крупных фондов, которые финансируют науку. Это Российский фонд фундаментальных исследований и фонд РНФ. И представители этих фондов, они ответили на волнующие молодых учёных вопросы, поскольку постоянно подаём заявки на гранты, кому-то отказывают, кто-то не проходит. Всегда возникают вопросы, почему? Почему моя работа там не прошла? Вот почему. Критерии очень жёсткие, да? Критерии очень жёсткие. Конечно, сейчас один из таких важных критериев — это статьи. Насколько ты много публикуешься и в каких журналах ты публикуешься. Но также руководители объяснили, что бывает настолько много заявок, что им приходится выбирать лучших из лучших, что тоже является для них непростым вопросом. На этих фотографиях мы видим награждение победителей конкурса, научных работ, который проходил в рамках нашей конференции. В каждой секции были выбраны лучшие три работы. Вот Павел Лешаев, он получил вторую премию в рамках секции физики океана. Я думаю, похоже, он объяснит. На этой фотографии мы видим нашу севастопольскую делегацию. На этой веночку. Радостные моменты приятно увидеть снова, согласитесь. Вы называли фонды, да, несколько фондов. Это именно благодаря им удалось воплотить в жизнь всё, что задумали. В том числе и... Кто поддерживал. Да, поддерживал нашими постоянными партнёрами, спонсорами. Является Российский фонд фундаментальных исследований и Федеральная агентство научных организаций. Но благодаря нашим коллегам из Института кинологии, молодым ребятам, которые привлекли большое количество спонсоров, наша конференция получила ещё большую поддержку. И спонсорами в этом году выступил Центр морских исследований МГУ Московский, также Кафедра кинологии МГУ, компания Петербургская Фертуинг, это инженерно-морская компания, и Центр морских исследований кинологии. То есть количество людей, которые поняли и оценили ценность этой конференции, оно выросло, возможно, благодаря тому, что они видели результаты уже прошлой конференции. И очень приятно, тоже хотелось бы так отметить, видеть, когда на следующих конференциях, допустим, будет конференция международная, в которой буду участвовать. И я просматривала список участников и увидела, среди них половину, вот здесь 10 человек участников из России, и 5 из них — это участники наших конференций всероссийских. И в прошлом году они приехали еще студентами к нам в Севастополь, и уже в этом году в МАНИ вы выступаете в Южной Корее с докладами устами на английском языке, и ты видишь, как они растут, это приятно, потому что в том числе, конечно, благодаря усилиям наших коллег, которые создали такую площадку для общения. Не могу удержаться от поздравлений. В общем-то, в мои поздравления действительно создали такое стоящее мероприятие, которое жизнеспособное действительно. Ну, собственно, вот добрались мы до неформальной части конференции. То есть наука — это, в общем-то, еще и весело, да? То есть каким-то образом все равно ученые отдыхали от докладов, как-то надо все равно расслабляться. Конечно. Каким образом это происходило? Это условный аспект, которому должны следовать, мне кажется, все ученые, несмотря на то, какого формата это мероприятие, молодежная или то конференция, или уже именитые ученые. Мне кажется, гораздо интереснее идет общение, когда люди относятся ко всему с юмором, с какими-то интересностями, можно так сказать. Ну и, естественно, так как формат нашей конференции был молодежный, основная, в основном проблема — это участники, которые принимают впервые участие вообще в каком-либо таком мероприятии, как конференция, будь то симпозиум. И они, бедняжки, не знают, стоят в углу, как же, где мне вплоть до того, что сесть. И наша задача прежде всего — это перезнакомить всех. И вот как Леночка очень удачно отметила, что очень важно найти тех, кто занимается с тобой единым делом, и что ты не будешь одинок. Это очень важно. И, естественно, один из форматов нашего мероприятия был направлен на то, чтобы как можно больше людей познакомились и посмеялись вместе, потому что смех, он сближает людей, как показывает практика. Поэтому у нас были очень шуточные конкурсы. Вот очень много было фотографий оттуда, где все перемещаются по залу, знакомятся, даже обнимаются. И, конечно же, это не может не сближать. Спортное место нашлось, я смотрю. Да, это тоже наш очень хороший участник. Он рассказывал очень интересный доклад и опять же подчеркивал то, что невозможно какую-то работу осуществить в одиночестве. Надо обязательно искать единомышленников, и тогда работа приобретает уже и глобальные масштабы, и становится намного интереснее. Это фотоконкурс, который тоже проводился в рамках нашей конференции. Предлагалось дать свое видение моря. В принципе, каждый участник мог поучаствовать. Очень порадовало и исполнение, потому что все было представлено прям как галерея. Участники могли проголосовать, это было анонимное голосование. И в итоге у нас победила замечательная работа, где элегантная кошечка на фоне моря перепрыгивает с одного камушка на другое. Это очень красиво. Конечно, коты, море и ученые молодые не могут никого, мне кажется, оставить равнодушными. Поэтому, конечно, это был успех. Ну и еще одно отличительное. Таким аспектом нашей конференции это были не только коммуникационные игры, то есть где могли ребята познакомиться, передружиться, но еще и интеллектуальные. Естественно, так как конференция имеет одну общую специфику, это исследование, комплексное исследование морей России, ну и как уже отмечалось и водоемов, и рек, естественно, то мы предложили такой формат интересный, который очень популярен, по крайней мере, у нас в городе тоже. Это интеллектуальные игры, которые включают в себя несколько этапов. Это вопросы. Есть сложные, есть простые вопросы, то есть аналог вопросов что, где, когда. Есть вопросы БЛИЦ, на которые дается меньше времени. И самый такой расслабляющий этап, это был этап, где могли показать слова, задействуя всякие жесты, тоже в рамках, естественно, все одной тематики. Это все было очень интересно. У нас участвовало 40 человек. Это достаточно большая явка, потому что прежде всего, когда мы беремся за какой-то новый формат, мы не знаем, как вот уже Леночка отмечала, насколько это будет актуально. И мы убедились в том, что после коммуникационных игр люди, в принципе, готовы на многое. Они готовы кооперироваться в команды, играть, разгадывать, участвовать и бороть вплоть до того, что свои комплексы. Это очень важно, особенно для молодых, которые еще не знают, как себя вести правильно, которые не знают, с чего начать. Это был такой стартап, и он был очень удачный. Ну вот, кстати, об играх. Я подозреваю, что на столе сейчас вот эти карточки, наборы, это вот не случайно, это не просто так, это явно игра. Это не случайно, и это формат нашего института, о нем вам расскажет Лена, и этот формат был представлен также, естественно, у нас на конверенции. Лена, расскажите, что это такое за карточки, что это за игра такая? Да, я с удовольствием поделюсь. Сначала пару слов скажу про игру. Цель этой игры, вообще, как она появилась, мы захотели привлечь детей, потому что сейчас есть задача начать работать с детьми, чтобы они заинтересовались нашей наукой, кинологией, то есть если бы пошли бы учиться на наши специальности, и пришли бы потом к нам и стоит работать. Это игра по типу игры Мемори, если кто-то играл, но сделана в нашем стиле. Если в игре Мемори вам необходимо найти пары с одинаковым изображением, то мы усложнили несколько задачу. Допустим, вот на этих двух картинках изображены научно-исследовательские суда. Нужно найти две картинки, на которых есть корабли. Вот, например, на этой изображено судно Витязь. На самом деле это первое научное судно в России, и сейчас оно уже не функционирует как судно, оно является музеем, находится в Калининграде. Это часть выставки Музея Мирового океана. Если кто-то будет в Калининграде, я рекомендую посетить. Мы там были с супругом. Часа никак не хватает, можно ходить там целые сутки, и мы очень много интересного узнаем. На этой картинке изображено судно, которое действительно сейчас на ходу. Или, например, вот пара мне очень нравится. Это соленые озера. Вот на этой картинке, это фотография наших севастопольских фотографов Надежды и Кирилла Грековых, мы видим соленое озеро под Евпаторией. Вот, казалось бы, такая красота, все недалеко от нас. А на этой соленое озеро в Америке. И вот таким образом у нас сложены все пары. То есть картинки, на которых изображены одинаково по смыслу сюжеты. И задача игроков найти эти пары, сложить. Наверное, блеснуть еще знаниями. Знаниями. Ну, это как бы уже такой продвинутый уровень, конечно, еще не только найти, сказать, что ты еще видишь. Вот, каждый к этой игре будет еще выготовлена, разработана нам сейчас в процессе, книжечка, в которой будет объясняться, объясняться каждый процесс. То есть ты не только поиграл, провел веселое время, но еще и получил новую информацию. И мы уже после того, презентовали эту игру в Москве, провели еще игры с детьми в Севастополе и с более старшим поколением, с нашими родителями, бабушками. И на самом деле практика показывает, что, несмотря на то, что вначале люди немножко так боятся, сковываются, я не ученый, я не знаю, не буду играть, после того, как вы один раз сыграли, уже с интересом. А можно еще раз? А можно я посмотрю картинку? А что вы тут расскажи подробнее? То есть есть отзывы, есть отклик. Если позволите, я бы еще сказала, я думаю, что просто зрителям будет интересно узнать про один проект, Russian Travel Geek. Вот мелькнула фотография на экране, такой очень был яркий молодой человек на ней. Да, такой жизнерадостный. Да, 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 это руководитель этого проекта, значит, он выступал, он рассказал, появилась идея, что это такое. Это на самом деле такие научно-популярные экскурсии, проводимые молодыми учеными. Молодых ученых, особенно те, которые вот не работают только за компьютером, а еще натурные измерения делают, у них часто бывают задачи сходить в экспедицию, что-то померить, узнать, посмотреть, фотографировать. Но экспедиция требует денег. Деньги это ограниченный такой ресурс, и всегда получается выиграть грант и так далее. У него была такая же проблема. И он решил ее, он предлагает, набирает группы людей, которым интересно какой-то маршрут непривычный для туристов. Он ведет их, он рассказывает, что они видят. Например, у него были экспедиции на Камчатку. Он рассказывает про этот край, какие там животные, растения и так далее. Люди получают удовольствие, они отдыхают, они занимаются приятным для них делом. А он получает финансирование своей экспедиции, то есть они платят за этот маршрут. И получается, что интересы как туристов, так и ученых, они реализуются. Очень такое необычное, такое приятное решение. И на самом деле в этот проект также включился еще и наш крымский ученый из Крымской обсерватории Сергея Назарова. Мы с коллегами зимой ездили к нему на зимние астроканикулы. Он рассказывает про звезды, он показывает звезды. Ты находишься на территории обсерватории, вокруг лес, горы. Очень приятная атмосфера, и ты еще и узнаешь для себя то, чего ты раньше не знал. В общем, народная мудрость, она как всегда верна. Вот нет ничего невозможного для человека с интеллектом. Павел, вот добрались мы и до вас. Вы заняли второе место, да, в учу-доклад. Расскажите о вашем докладе, тема, о чем писали, как решили эту тему исследовать. Ну, тема достаточно интересная. Это было воспроизведение мезомасштабных вихрей в Черном море посредством усвоения в модели данных с буев Арго. Но это так, если очень научно рассказывать. Конечно, попроще, чтобы поняли все. Если понятнее, то есть у нас буи, которые плавают в Черном море, меряют температуру, соленость. Но этих данных достаточно мало. И мы предлагаем методику по этим малочисленным данным воспроизвести целую карту температуры, солености. То есть мы получаем полностью трехмерное распределение температуры и солености. Эти карты мы усваиваем в модели циркуляции течения Черного моря и получаем прогноз состояния Черного моря на определенные даты. То есть мы посчитали реанализ, это состояние Черного моря за прошедшее время, на 20 лет. И потом анализировали полученные результаты. Также интересной задачей было как раз посмотреть, как ведут себя вихри в Черном море. Это очень интересная тема. И используя альтиметрию и данные, которые мы получили, мы смогли сравнить эти два массива и получить очень хорошие результаты. Но эта тема достаточно актуальная. То есть вихри изучают не только в Черном море, но и во всем мировом океане. Поэтому доклад был отмечен всеми участниками, особенно в жюри. Вот такая вот тематика была. Смотрите, большинство людей, температура моря и соленость волнуют по двум причинам. Температура теплая, купаться можно или нет, или холодная. И соленость, а водичка хорошо будет держать меня на плаву, сейчас могу лечь на спину и лежать на воде. С научной точки зрения ценности, причем на 20 лет данных хватит. С научной точки зрения ценность этих исследований, она в чем? Что она позволит делать? С научной точки зрения? Во-первых, сейчас очень интересная задача в мировой науке — это создание оперативных систем прогноза глобального океана и отдельных его частей. То есть нам интересно, как будет вести себя тот или иной бассейн в будущем. Для этого нам нужны не только данные, которые мы меряем, потому что они контактные, это какие-то отдельные участки. Нам нужно получать цельную картину, общую. Для этого нужна хорошая модель. Для того, чтобы получить хорошую модель, нам нужны какие-то методики использования вот этих вот редких данных. И получая вот эту модель, мы можем прогнозировать состояние вороны, течение, куда будет нести. Вот у нас есть проект, где мы рассчитываем движение получивших объектов. Это нефть, это какие-то частички тех же самых кораблей, которые затонули. То есть спасательные шлюпки. Вот зная состояние моря, мы можем определить, куда будет смещаться. Вот в этом есть интерес. Очень полезное исследование. К сожалению, время наше в эфире истекает, поэтому следующие вопросы, они так в системе БЛИЦ будут проходить. Следующая конференция, она пройдет где? Еще раз напомните, пожалуйста. Когда, где? Следующая конференция пройдет в Санкт-Петербурге с 21 по 25 мая. Сейчас уже началась подготовка к этой конференции. Мы хотим объединить, провести инверку в одном институте, на что подключились все ведущие институты Санкт-Петербурга. То есть на базе трех университетов. А будете использовать современные средства связи? Например, библиотекари проводили свою видеоконференцию. Кто-то приехал сюда, кто смог, в Севастополь. Остальные подключались по скайпу. Возможно ли подобное участие для тех, кто не сможет приехать? Или, может быть, в задумках подобное? На самом деле вполне возможно. Все зависит от возможности института, где будем проводить. Допустим, в принципе, в институте кинологии, вы не подсказали, мы так не сделали, хотя у них возможность есть. Потому что сейчас некоторые даже защиты проводятся в режиме онлайн. То есть любой человек через интернет может наблюдать, как проходит защита. То же самое, в принципе, и про секцию любую. Можно провести онлайн-трансляцию. Это реально. Такая конференция молодых ученых, она вещь такая постоянно меняющаяся, как, собственно, молодость, она энергична. Какие изюминки планируете внести в эту конференцию, которая будет? На самом деле уже есть такие задумки. Была идея и перевести ее в международный формат. И сейчас обсуждают этот вопрос. Но я думаю, что я пока карты все раскрывать не буду. Мы оставим это на следующий эфир, уже ближе к конференции. Еще вот очень интересно узнать, сейчас, к сожалению, здесь нет в студии поколения старшего ученых. Вот как они отнеслись, мнение высказывали старшие товарищи, научные сотрудники по поводу конференций, по поводу организаций, или какие-то предложения обносили свои? Безусловно. Я бы сказала, что таким весомым результатом была именно оценка в прошлом году, после первой конференции, когда меня пригласили и сказали, что нашу конференцию отметили и в Федеральном агентстве научных организаций, это как бы курирующая нас организация. Говорили, что это очень хорошо, что институт провел молодежную конференцию, потому что сейчас, на самом деле, в России есть тренд на именно молодежь. Вот здесь уже ничего не скажешь, уже задумывались о том, что необходимо все-таки готовить, начинать пораньше себе смену, просто чтобы молодые ученые, любая молодежь, она была в курсе дела, могла бы подхватить любой момент и продолжить. И еще, знаете, таким эхом отзывалась в течение, наверное, полугода, и больше, когда ты куда-то приезжаешь с докладом, и все говорят, а, вот вы проводили конференцию, это же в вашем институте, какие вы молодцы, то есть приятно. И даже сейчас, прошел уже месяц, наши коллеги ездили в Москву на конференцию в МСОИ, и подходили к нашим молодым и хвалили их за то, что они приняли участие и поддерживают этот формат. Я думаю, что это высокая оценка. Дарья, ну, ваше мнение, это уже интересно, буквально вот осталась минута. Ну, конечно, мы будем стараться, вы знаете, у нас это, в принципе, наверное, отличительная черта нашей конференции, мы стараемся всегда чем-то удивить, чтобы каждый день был отмечен каким-то событием, то есть будь то какие-то мастер-классы, будь то какие-то игры, то есть чтобы человек не только умел себя показать с научной точки зрения, но и показать себя как человек, как друг, как лидер и во всех своих ипостасях. Это самое интересное. Павел, ваше мнение, пожалуйста. Мое мнение? Ну, конечно, будут интересные форматы, будут интересные игры, но с моей точки зрения будут и новые идеи научные. Вот этим мы и удивим. Ну что ж, большое спасибо. Еще раз желаю удачи ни пуха ни пера в дальнейшем развитии конференции и научной жизни в институте. Спасибо большое за то, что пришли к нам в студию. Это была программа «В контексте». С молодыми учеными Морского гидрофизического института говорили о Всероссийской конференции молодых океанологов. Будьте в курсе событий с информационным каналом Севастополя. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова